Я пользуюсь панч-коши, поэтому тело Анна Моя Коша, энергия, имеется в виду прана Моя Коша. И мышление имеется в виду мана Моя Коша, то есть объективное. Соответственно, а вот здесь, если про пальчик Коша говорить, находятся те вещи, с которыми мы не работаем. Рефлексия, собственно, то, при помощи чего мы все это делаем, то есть способность, которая, собственно, оперируется. Ну и, соответственно, речня на Моя Коша. И Анна Моя Коша, блаженство, которое либо есть, либо нет, опять-таки, делать с ним нечего. А вот здесь, собственно, я, так, навечно и говорю, это не одно, и делать так. Дога, будизм. Тантра. Агурно-доосизм. Включая все аппараты, те, кто будут сюда обратиться. Агурно-доосизм. Да, силы, да, агурно-доосизм. Христианство. И так далее. То есть здесь возможно продолжить, да? Да. До бесконечности, чего изобретать. Ага. Агурно-доосизм. То есть человек всего наперепробовал, что-то у него идет, что-то ему не нравится, что-то не нравится. Но складывается какой-то комплекс, который практически актуален, который работает для данного человека. Ну и, соответственно, я могу для себя сказать, что, опять-таки, здесь у меня куча всякого опыта в разное время. Но для тела я больше использую асаны. Давайте я буду себя обозначать как м. Для тела асаны, для поработки мышления випассаны, соответственно, буддизм. Для поработки энергетики, по большей части, дауски, правда. Випассана-пагаенко? Випассана-пагаенко? Нет. Я, в принципе, все методики преподаю, если те, которые... В основном? Гаенко и Пасмана, или нет? Нет. Ты практикуешь какие-то методики? Лично мне больше подходит методика Махаси Савета. Но когда я преподаю, у нас курсы ВАО и Юлия, я, собственно, как раз даю несколько разных методик. То есть это схождение? Да. Схождение? Или повышенное схождение? Да. Ну, собственно, в чем... Значит, для эксперимента я... Так, огонь. Да, еще, можно сказать, рейки. Но я к ним сейчас уже не очень серьезно относилась. Прямо сказать. Ну, период, да? Да. Да. Был период христианский. Это больше про молитвы. Это сюда. В принципе, можно оставить, потому что все методики Параноямы и так далее, они будут в тантре расслабляться. Поэтому оставим. Ну и так далее. Это мой значок. Соответственно, могу каждому предлагать себя от поклеточков на вспыхатель. По словам, у меня сразу возникло сложно, скажем, все эрудированности. Я знаю, что одну и ту же практику она существует во многих традициях. Я могу легко впихнуть ее почти в любой сторону. То есть тогда у меня получится, скажем, все клетки заполнены всеми значками. Видите, в чем дело? На самом деле, разумеется, в любой из этих традиций, возьмем йогу, в традиции есть схема полной проработки всего. Можно другими традициями не пользоваться. Полную систему. Да. Поэтому она и называется система. Соответственно. И когда чистые традиции, так называемые, создавались, там есть методология для проработки всей структуры личности. Можно в ней сидеть и никуда больше не лазать. Я именно поэтому и спросила, совмещу ли здесь разные традиции. Так как я обучался уже в 20 веке, то большинство для меня дошли уже с смешанной формой. Начитавшись книжек, я вижу, что в этой форме есть кусочки от многих традиций. Как же мне обозначить ее? Я не могу отнести ее ни к геоплассам, ни для асизма, если быть честным, до конца. Это синтезная форма. Значит, рисуете еще одну графу, если это уже некоторый синтез, который дошел до уровня традиции, который самодостаточен. Типа интегральная ее большую родину или еще чреза. Значит, рисуете еще графу, ставите себя туда и все. Ну, тогда опять мы в пределе приходим к такому, что я рисую графу и, скажем, синтезно и ставлю все значки сюда. Это мой уникальный проблем. В моем случае я могла бы этого не делать, я просто знаю, что откуда берут. В моем случае я могла бы сделать только одну графу, написать стратегию самобытности. Да. И я об этом и говорю. Да. Может быть, это как раз конечный продукт твоих изысканий, что каждый собирает свой комплект. Да. Да. Именно так. Именно так. Поэтому вот такая вещь, она работает только в процессе для тех, кто еще не собрал. И тогда получается очень важным вот количество вертикальных клеточек, которые ты выложишь. Здесь, скорее, важно, насколько равномерно прорабатываются все умные. То есть, чтобы были методы проработки как тела, так и энергии, так и мышления, чтобы именно вся структура... Вот смотри, если исходить из того, что человек целостен, холист, любая практика прорабатывает, зацепляет все в человеке. Поэтому неминуемо прорабатывается все. А вот отрефлексировать это не каждый может. Давайте например. Йога, да? Йога. Берем классическую йогу. Там есть все. Там есть асвана для тела, там есть пранаяма для соответственной энергетики, там есть чатхьяна для проработки и мышления. Это сразу на стадии концентрации и так далее. Берем йогу современную. Как сейчас на некоторых бумажках пишут, приглашаем вас на йогу и медитацию. Меня это всегда очень удивляет. То есть есть йога, есть медитация. Тогда получается, что в йоге якобы нет медитации. То есть йога это значит асана. И сейчас люди, которые занимаются йогой, то есть которые так считают, они на самом деле могут быть в части исключительно здесь, в этой клеточке. Кусочек хатха йоги. Но при этом те же люди могут опять-таки куда-нибудь пойти на сумму, посидеть на сумму. Я сейчас об этом. Я понимаю. Но если они дошли до стадии, когда они начинают синтезировать и скажем, в том числе рефлексировать, что происходит, то даже если они ходят просто на асаны, то во время асан неминуемо происходит все остальное. И они могут это рефлексировать и начать культивировать. Такая позиция есть в аштангавенеса йоге в основном, что достаточно делать асаны. Не, недостаточно. Я как раз против такой позиции. Но они могут выйти на это и начать культивировать в асанах, в том числе и медитация. Да, в асане можно заниматься медитацией, она для этого не предназначена. Асана неизменно происходит с дыханием и, соответственно, пранамена там тоже присутствует. Другое дело, насколько это действительно актуально и отсутствие. Я знаю огромное количество аштангавенесовцев, которые переходят из одной абракадамы на другую. И члены надеются, что медитация как-нибудь сама собой случится. Она почему-то все равно случается. То есть вот неминуемо я бы не сказала. Зря, а? Если взять твой же тайминг, Кристину, до бесконечности, если они не могут повторяться, то в конце концов они добьются этого. Если до бесконечности согласна, а вот если в пределах обозренного воплощения, то иди со мной. Откуда я знаю, когда они там скончаются? У меня нет такой информации, поэтому или я задаю сам предел им и их возможности. Как быть с теми, кто уже скончался? Те не добились, а эти неизвестны. То есть вот мы сейчас переходим к критериям признания. Да, да, да. В общем, мы от них даже не уходим. Собственно, что я предлагала, если есть такой интерес, просто к каждому выйти к доске, взять свой значок и поставить все клеточки, которые задействованы в личной практике конкретно. То есть можно дописать свой поиск? Своё, да. Даже имя, например. Давайте я пока вдохновлю, может быть, кого-то. Это всё очень условно. Жёстко, конечно. Не может вдохновить. Скажем. Только чуть-чуть мне помоги. Это блаженство. Либо есть, либо нет. Рисовать на чём? Нет. А? А, ананда. Репрессия мы только вы говорите. То есть, скажем, пранояма. Частью. Пранояма. Частью. Ильдатильная. Энергия. Сюда. Энергия. Сюда. Энергия. Энергия. Нюга пранояма. Но я при этом выхожу в состояние блаженства и как бы противую его. В том числе энергией занимаюсь. При этом тело прорабатываю. Асанами. Асанами или непосредственной прорабатываю? Значит, исходя из дыхания, моё тело начинает вдруг что-то делать. Но не физически. И я уделяю этому физически. То есть встаёт в различные какие-то позы и так далее. При этом я рефлексирую происходящее со мной и культивирую рефлексию. То есть тоже. Это мышление. Это отслеживание непосредственной работы с мышлением. То есть упроизводит? Я рефлексирую то, что происходит с телом, с энергией и с моим блаженством. И пытаюсь это осмысливать даже в ходе дыхания. А с блаженством ничего не может происходить? Оно либо есть либо нет? У кого-то так. Для кого-то это предел мечтаний и он ничего с ним поделать не может. Я могу мыслить о нём даже находясь в состоянии блаженства. Таким образом, скажем, беру йогу и у меня во всех лечках появилось гео. Что тут у нас? Буддизм. Это ты дыхание взял? Пранаяму, йогу. Пранаяму. Да. Буддизм. Ну, скажем, буддизм. Ну, какую-нибудь характерную для буддизма. А, скажем, ту же випассу мы возьмем. Да? Да. Когда-то меня познакомили вот с такой формой випассы. Сидеть, ходить, отслеживать себя и так далее. Я чуть-чуть поделал, а потом отрефлексировал, что, в принципе, я же каждый день хожу, сижу и даже ещё и лежу. А, на самом деле, там четыре формы. И когда я начал концентрироваться на том, чтобы каждый раз это делать осознанно, ходить, сидеть, лежать, дышать. Ещё стоять. Там четыре позиции. То, что я делаю повседневно, каждый день, просто начал культивировать себе, ну, как бы, рефлексивную позицию, осознающую того, что я это делаю. Делал на себя ответственность за это. То это приносит очень высокое блаженство. Я постоянно это рефлексирую мыслью об этом. Это даёт мне силы и энергии. И при этом прорабатывается хорошо тело сустава. Немножко попробую. Первое. Конечно, пожалуйста. Энергия. Випассы нет вообще понятия энергии? Понятия нет. Энергия есть, конечно. Энергия есть, и это рефлексирует. Поэтому из описания это можно было бы выбрать. Можно. Но тогда я был бы неадекватен самому себе. Самому себе да. Да. В данном случае. А это же я сейчас заполняю эту графу. Да. И так, я думаю, не стоит продолжать, да? Лучше эти доклады самому себе, чем буддизм. Буддисты, я же знаю, синтезированы кое-как, грубо говоря. Если это уже понятно, да. Да. Поэтому получается с каждой графой приблизительно такая штука. Кто хочет попробовать? Я вот думаю про рефлексию, что я хожу на конференции, я читаю книги. То есть никуда сюда вот не отнести. Да. Ну вот. Конференция какого-то типа. Западная психология или что-то. Это институт философии РАНа. Да. Там конференция. Это Алексей, приезжает Лефер. Ну, рисуйте еще одну главу. Графу. Типа куда-нибудь. На стенку. Одну западную версенную образу. Чего? Одну западную версенную образу. Философия Запада. Ну и лекции. Ну, ты же, когда входит все. Да. Ну, просто рэки я вообще не практикаю. Рэки, очень странная вещь. Я когда-то, допустим, дошла до мастерской степени, потом поняла, что если есть традиционные практики, это, в общем-то, вообще не надо. Ну, как-то есть и есть. Ну, мне кажется, если проделать это несколько раз разными практиками, дальше выходишь. Все уже. Это все имеет место быть. То есть это чисто интеллектуальная деятельность? Да? То есть без практикума. Рэфлексия в своем груди. Практикума, да? Да. Практикума. Да, в этом все. Но я имею в виду, задействуете ли вы непосредственно там физические движения, какие-то, 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 какие-то. Все остальное я задействую, чтобы вот здесь вот дальше рефлексировать. Просто используете. Да. Я вот это использую, чтобы рефлексировать и упражнять вам рефлексили. Почему? В самом деле, да. То есть вопрос, что вы задействовали для того, чтобы развивать тело и нормальное мышление? Тело, значит, вот йогурт прям по утрам. О! Вот это уже протон. Понятно. Значит, чтобы развивать, а не использовать, а именно развивать. Да. Возвращение. Для развития. У нас была пеова птичка. Вот куда-нибудь. На кладбище? Будет татра, наверное. Не знаю. Я не знаю, может где-то в этих остальных тоже есть что-то подобное. Пашка, это не древняя традиция. Да. Что знает. Может древняя птица археоптерикс. Да, да, да. Скажите, что это такое, может я опознаю. Но это практика энергетическая для, как она, я ее узнала в школе. Практического взаимодействия. Да, практического. В конце этой практики люди могут с закрытыми глазами один в паре идти за другим и повторять все его движения. То есть результатом этой практики может быть вот такой. Когда в паре тренируются рисовать так, чтобы одинаково было. Один рисует, а другой вроде как устраивается и рисует дистантно такую же картинку. Понятно, что при этом какие-то разные способности происходят. Но я сейчас говорю о личной структуре. А здесь-то как раз работа в паре и способность подстраиваться. Кто при этом больше развивается вопрос. Тот, кто подстраивается. Тот, кто подстраивается. Тот просто рисует, может. Он совершенно не владеет никакими техниками. Под него подстраивается и развивается. Восприятие. Да, это действительно не меч. Можно, конечно, сказать, что практики, где рисование мангу и так далее, они где-то работают так же, подстраивание. Ну или, допустим, та же гуру-йога, где сидишь, представляешь себя с вами гуру. Да, сто тысяч раз в музизме, да? Такое подражательство. То есть они, в принципе, где-то так же и работают. Но это, действительно, отдельные техники. Не так вот, в такую, именно как оформить, как отдельную школу. Вот такие техники. Вот. Нужно даже тантра. И вот тантра. Интеллектуальный клуб у нас. Вот. Сегодня у тебя. То есть для развития мышления. Билология мышления. Решаешь задачки себе? Да. Задачки решаю. То есть ты предупрежден. Наглажен драконов. Ну, вот, выйдем туда в философию. Отдельно. Ну, что-то такое надо поставить. Тебя тоже, да? Нет, я себя сам поставил. Хорошо. Я тебя вижу. Да, пожалуйста. Каждый за себя. Ну, что-то Новый год. Это Новый год. То есть тоже за ней сладкость. Внешние. Внешние рефлексы. Это совсем не так. Блаженство ты где-то тренируешь и развиваешься. Улыло. У меня как-то вода блаженство. Когда мы в шараме ходили по воде. Ага. 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 Сначала было тяжело. У них, похоже, так интересная практика блаженство. Угу. Если с водой, тогда это как у фолесов. Все есть вода. Тогда да. Тогда я согласна. Тогда это правда блаженство. А если только по воде, то это все-таки там вода, а тут не вода. Может быть, это возможно только в состоянии блаженства. Они культирули состояние и в результате ходили по воде. Кто их знает. Нужно разбираться. Значит, у нас там христианство осталось, это вот туда, наверное. Чудеса. Да, христианские чудеса, да. Хорошо. Да. Лук у него, скажешь, овощи. С тех пор не очень. Да. Ну, вот получилось, да, выстроить линью. Так что получается полное развитие личной структуры с завействием до разных. Совершенно независимо. Вот. А вот не может ли есть культика? Очень спасибо. Ну, скажем, трудность в том, что, ну, есть психология такая, ты наверняка знаешь, там, скажем, краб, ну, давай, три оси нарисуем там тело, энергетика, энергетика и, скажем, там, дух, там, разум, что-нибудь в этом духе. И вот, скажем, я телом занимаюсь, вот так вот развил его, и вот еле-еле тут прибавляю, а духом там уже сюда, а энергетика здесь. В результате у меня, как бы, некие перекосы идут. Другой. у него все значки пойдут по любви. То есть, если он уделяет внимание развитию тела, а если оно слабо развито, то это хорошо. Он догоняет, как бы, по этой оси, вот на данный момент. А если он и так переразвит? А, это про тайминг. То есть, вообще, я, как бы, эти вещи, вот, когда я работаю в концептах с людьми, я рекомендую эти вещи делать через каждые, там, три месяца, скажем. Угу. Потому что через три месяца уже все поменяется. Ну, если практиковать обзор, то есть, что-то поранабатывается, какие-то еще появляются информации, что-то меняется. Разумеется, это динамическая вещь. Это не так, что теперь нарисовали на всю оставшуюся жизнь. То есть, в качестве рефлексии. Эту штуку можно делать каждые три месяца. Или каждые полгода. И тогда вот это, то, о чем вы говорите, что было слабым, да, что усилилось и так далее, тогда это выявится на протяжении нескольких сканов, скажем так, когда начнут перемещаться эти значки. Ну, и вот на примере краба, мне кажется, это лучшая визуализация. Ну, можно так. Потому что сразу видно несбалансированность или сбалансировать на данный момент, к чему следует уделять больше внимания. А по этой, вроде как в клеточку что-то воткнуть, и потом успокоиться. Здесь просто насколько развита степень. А здесь рефлексия, это больше именно описательная, логическая. То есть, какие технологии используются. Поэтому они для разных вещей больше работают. А вот на эту штуковину вы не отложите, какими именно техниками. Легко. Там тело. Асан. Могу буковку А туда поставить. На линии. На линии. Можно. Обозначить то, чем я здесь работаю с телом. Опять-таки, вопрос терминологии. Конечно, можно схему по-иному составить. И как-то делать. Могтикнируйтесь. Тут я не упираюсь. Окей. Нравится по линиям откладывать. Откладывайте по линиям. Откладывайте по линиям. Откладывайте. В какой степени. То есть, имеет смысл, конечно, для начинающих и развивающихся. Для тех, кому уже все понятно. И так все понятно. В принципиально скажем. У меня очень много людей. Я к чему говорю. Почему я стала эти штуки выводить? Очень многие люди действительно просто запутываются. Они там у себя попробовали. Причем даже сами не очень понимают, что они понаделали. И вот такая штука, она для начала просто дает возможность человеку посмотреть на это, что он понаделал. И вообще понять, какие там есть связи между этими вещами. Соотнести как-то. То есть, какие практики стоит дальше использовать, развивать. Куда-то он зачем-то не за тем залезет. То есть, иметь вот этот вот скан собственной деятельности. Понятно. Вертикальная раскладка, скажем. В идеале, чтобы она была целиком заполнена. Зачем горизонтальная? Горизонтальная вовсе не обязательно должна быть целиком заполнена. Я же сказала, что это не за тем. Я про это говорю. Зачем она? Так здесь может быть любое количество традиций. От одной до нескольких десятков. Это уже у каждого опять-таки будет свой. Горизонтальная вовсе не получается провести. Поэтому мы, собственно, с самого начала вытыхалились, когда вы сказали, что у вас все будет везде. То есть, это как раз вариант, когда уже этот синтез проведен. И в таком случае это уже не актуально. Это прием такой, да? Да. Это прием вытащить для сыновой себя то, в чем человек запутывается, разложить по полочкам и понемногу начать соотношение следующее. Как раз, если говорить о консультациях, то на консультациях как раз больше такой континент приходит, запутывающийся. Ну, тогда такой вопрос, может быть, уже на частности. Я бы, скажем, мышление и рефлексия объединил в одну строчку. Почему здесь они разведены? Значит, две большие разницы. Ну, во-первых, в «Панчакоше» традиционной, это, в принципе, два разных тонких цела, бананная куша и ежедневная. Есть традиции, которые делят это? Да. Делят по вполне конкретному признаку. Я это отчасти упомянула. И это традиции, уважение, уважок. За чего здесь разделено? Значит, именно потому, что в одном случае это рабочий инструмент, в другом случае то, с чем работаем. Потому что мышление в смысле, как я его здесь имею в виду, как манамая куша, это объектное мышление. То есть мышление направлено на объекты. Информационный план, коллекция информации, включая любое высшее образование и так далее. А вот, собственно, рефлексия – это мышление о мышлении. Это совершенно другая способность. Я бы уже сказал осознание. Можно так говорить. То есть умение отличать истинное от ложного, и, соответственно, умение оперировать вот этим самым объективным мышлением. Поэтому способность – это, безусловно, другая штука. Андрей, любой отрезок можно разделить на любое количество. В данном случае мы говорим об осознании и разделяем на две части – мышление и рефлексия. Для чего? Спрашиваю. Я в данном случае… В данном случае для того, что мышление – это то, с чем мы работаем, а рефлексия – то, что мы используем для работы с мышлением. Хорошо. По-другому попробуй. На мой взгляд, человек, не достигший, ну скажем, хорошего уровня развития вот этой компоненты, он не может различить мышление и рефлексию. Таким образом, если делать инструмент для широкого применения, то это деление избыточное. Видите, у меня для этого целая глава отведена в стратегию самобытности. Да, все верно. Вот эти три вещи, они развиты практически у любого социального человека – тело, энергия мышления. Что касается рефлексии, она действительно развита у всех, и вообще человек может жизнь прожить, и вообще ею не занимаясь, не затрагивая, не развивая, и даже не знаю, что это такое. Все верно. Но самое интересное в том, что, когда человек начинает работать с собой, именно эту способность ему нужно задействовать. Поэтому она начинает развиваться, и она развивается именно в этом процессе. То есть, чем больше человек начинает отслеживать собственное состояние, начинает управлять собственным развитием, тем больше у него способность рефлексии немного развивается. И как каждая функция может развиваться только под нагрузкой, соответственно, то, иначе, если она нагружается… Я с этим полностью согласен. Для чего она здесь, в табличке для широкой публики? А, и в табличке для широкой публики и нет. Я же, когда нарисовала, сказала, мы можем работать вот с этими дверьями, а эти дверь я рисую просто так, что вот этой мы работаем, а этой мы не будем. Вот я это пропустил, да. Это я сказала с самого начала. Рабочие, рабочие. Рабочие. Тело, душа, дух опять же. Те же самые христианские получились. Рабочие. А в духе уже там много всего. Кудрак дело. Окей? Полина хотела. Да, пожалуйста, полина. Заполни фабличку? Нет, я не знаю, что ты хотела. Что ты хотела? Я тоже вспомнила, как я недавно применяла практику, но не имеет смысл сейчас повторять. Теперь спросить, я хотела о бухе, вышеупомянутой разум. К какой коже относится здесь в этой квартире? Вижняновая корша. Как раз Вижняновая корша. Вот, допустим, в ауре используют сапта-кошу 7 тел, но сапта-коша тоже более, опять-таки, с еще большим делением, чем пальчик-коша. Пальчик-коша самая универсальная. Отлично. Есть у нас куда-то дальше? Или можно переходить к вопросу? Ну, можно разбирать дальше там первого пола. Ну, собственно, уже и так вроде перешли. Ну, можно по локальному, такое отступление, рядышко. Можно смотреть дальше, как, кстати, мы и делали опять-таки в даосизме, том же самом. Тантре, христианстве и так далее. Можно немножко перейти обратно к лекции. Если немножко... То, скорее, мне кажется, все-таки больше зависит от твоего, желания, намерения. Ты-то как хотела бы куда идти? Мы-то, бараны, идем за тобой. Как? Пока. Пока. А потом рогами, да? Твои строители могут реализоваться. Вы же очень сильно этого хотите. Ну, с баранами всегда так. Потому что если развивать эту ассоциацию, бараны не такие. Так, у меня есть некоторые мелкие вопросики. Вот я хотел бы вот уточнить по уже озвученной части. Ну, давайте вот мы с Индией закончим. Как мы сейчас с индийской дороги с Индией закончим. Пойдем дальше в Китай и на Запад. Сейчас поставим последок. Так что давайте? Вопросы? А, вопросы. Меркие вопросы? Так, пойдем дальше. Что вы говорите? Тогда вот, значит, я услышал от тебя использованный термом «ведантическое» и много раз слышал «ведическое». Есть какая-то разница? Ага. Вот. А вот здесь. Значит, «ведический» относится к «ведам». То есть это четыре «веды», «регведа», «яджурведа», «становеда», которые описывают ритуальную практику. К духовной практике как к работе над собой это не имеет никакого отношения. Это про то, как принести в желтую позвонку, какие мантры при этом пробормотать и так далее. То есть каким образом устроить связь с Высшим через священника при помощи определенных ритуалов. Это «ведический» от слова «веда». «веданта» — это «веда-анта», окончание «вед». Это четвертый слой текстов после «вед», «веды», «араньяки», «брахмана» и «упанишады». «Веданта» — это номинование класса текстов «упанишады», где «упанишада» — это, собственно, тексты. «упанишада» переводится как «сидительного учителя». А «веданта» — это название философии, которое внизу излагается, где ритуальная практика внутряется. И где вместо того, чтобы забить козвонку, принести его в жертву, человек садится в медитацию, раздувает пранаяну внутренний огонь, сжигает на нем собственное эго, таким образом он объединяется с брахманом. То есть весь процесс единения индивидуально и всеобщим происходит внутренним образом. То есть уже в «веданте» эти способы начинают описываться и как философия, и отчасти, и как практика. Поэтому, соответственно, но при этом они не то чтобы совсем разные вещи. То есть «веданта» — это именно окончание «веды», это именно внутрение этого ритуального процесса. — Смысл и значение «веды». — Да. Поэтому, да, у меня так немножко скользит, что я иногда только в физическом, а только в «ведантическом» обращаюсь. Но, разумеется, это разные вещи. — Развелось. — Теперь это «важным». 中共 «вч Wasn't perfect». — Хорошо? — БлагодарюFF? — Хорошо. — Umm. — Так. — Может быть. —